МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Тутта Ларсен. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость нашей крыши сегодня автор-исполнитель Светлана Копылова. Светлана Копылова – известная исполнительница авторской православной песни. Она много гастролирует с концертами в нашей стране и за рубежом. В 1987 году Светлана окончила Щукинское театральное училище. В ее актерской копилке более 10 фильмов. Один из самых известных «Меня зовут Орликина» режиссера Валерия Рыбарева. Это был самый скандальный фильм страны. Светлана Копылова сыграла в нем главную женскую роль. В качестве автора песен Светлана писала тексты для многих эстрадных исполнителей. Сегодня Светлана всецело увлечена самостоятельным песенным творчеством. В 2005 году вышел ее сборник «Царская баллада», который стал настоящим откровением для многих людей православной веры. Светлана активно работает в новом на нашей сцене жанре – песне-притче. Итак, у нас в студии автор-исполнитель Светлана Копылова и аккомпаниатор-гитарист Анатолий Ядрышников. Здравствуйте. Светлана, ну, все мы родом из детства, поэтому, конечно, интересно прежде всего узнать, в какой вы росли семье, где проходило и как ваше детство, и кто вас сформировал как творческую личность. Ну, детство мое проходило в городе Иркутске, в Сибири. Воспитывалась я по большей части у бабушки и прабабушки. Папа у меня не было. И когда меня спрашивали мои соседи, почему-то они очень любили задавать мне этот вопрос, «Где твой папа?» Я все время плакала и бежала к бабушке, говорила, «Вот, они меня опять спрашивают, что мне говорить». Добрые люди. Да. И прабабушка говорит, «А ты скажи, собаки съели, мухи залегали». И я с тех пор стала так отвечать. И помню, моей маме было очень стыдно со мной ходить, потому что я так мечтала иметь папу. И я какой-нибудь вижу дяденьку красивого, подхожу, говорю, «А, случайно, не вы мой папа?» Мама сквозь землю проваливалась просто со стыда. Но когда мне вспомнилось пять лет, мамочка моя вышла замуж, и у меня теперь есть папа. А когда вы начали играть на гитаре и петь, это пришло в зрелом возрасте или это тоже из детства? Ну, это из отрочества, так можно сказать. Я в Иркутске поступила в авиационный техникум. И там был мальчик на первом курсе, Леша Соколов. Вот он мне очень нравился, и он мне показал аккортики, которыми, собственно говоря, я и по сей день пользуюсь. Как так оказалось, что после авиационного техника вы поступили в Щукинское училище? Оказалось очень просто. У нас была практика на заводе на третьем курсе техникума. И когда я пришла и начала клепать самолеты, я вдруг подумала, куда я попала. То есть я до этого как бы не понимала, где я училась. Ну, училась техникум нехорошо, у нас группа была прекрасная. Вообще клепать самолеты в женском исполнении, это как-то звучит парадоксально. Да, я там эти заклепки фасовала, в конвертики складывала. Но я все равно в ужасе думала, неужели так пройдет моя жизнь. Я как-то впервые серьезно задумалась о том, чем я могу заниматься в этой жизни. И вдруг как будто меня пронзила молния. Я подумала, я стану актрисой. Вот как-то в одночасье пришла такая мысль. Я попыталась поступить в Иркутское театральное училище, но с треском провалилась. Я подумала, ах так, тогда я в Москву поеду, всем буду доказывать. А когда вы начали писать собственные тексты и песни? Будучи в театральном училище, я как-то гитарой не особо занималась. А вернулась ко мне она, когда был кризис с кино. И я была без работы, и у меня произошло знакомство с одним поэтом и композитором. И он, прослушав мои одно-два стихотворения, сказал, слушай, у тебя талант, тебе надо писать. И как-то он меня так вдохновил, и я решила попробовать писать, может быть, для эстрадных исполнителей. И буквально первую песню, которую я написала, я совершенно смело предложила Кристине Арбакайте. Она вышла в альбоме «Ты», такая веселенькая песенка. И Кристина ее сразу оценила и взяла свой репертуар. Но есть какая-то песня, с которой, как вам кажется, и началась ваша карьера певицы по неволе? Если можно это вообще назвать карьерой, путь. Ну, вы знаете, путь у меня был к песне православной такой, тоже неожиданной, я бы сказала, когда я познакомилась со своим будущим духовным отцом. На меня он произвел впечатление такое, что я вдруг поняла, хотя я до этого 8 лет ходила в храм, я причащалась, я посещала службы, при этом я снималась в кино, при этом я писала песни для эстрадных исполнителей, довольно такого содержания... Легкомысленного. Легкомысленного, да. И вдруг вот встреча с батюшкой. И тоже в одночасье я поняла, что нельзя талант, который мне дал Господь, растрачить вот так бездарно, что надо все-таки его имя прославлять. Я знаю, что вы приготовили самую известную свою песню «Близнецы». Есть такая песня. Жили два «Близнеца» в материнской утробе, и другому один как-то высказал мысль, а ты знаешь, мне кажется, есть после родов удивительная и прекрасная жизнь. И другой, потянувшись под маленьким сводом, тут улыбки без зубы своей не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после родов. Брату верующему в ответ он сказал, как, по-твоему, жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно близнец отвечал, но мне кажется, там на земле больше света. Я однажды во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как все это будет, но мы, может, своими ногами пойдем. И еще, правда, это похоже на чудо, но возможно, что мы даже есть будем ртом. Ерунда, вот уж это никак невозможно. Наша жизнь пуповина и так коротка. А ногами ходить и представить-то сложно. Нет, не сможем ходить мы ногами никак. И оттуда никто еще не возвращался. Что за бред у тебя, братец мой, на уме? Все закончится родами, не обольщайся. Наша жизнь — это только страдания во тьме. А мне кажется, брат первый не унимался, что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. И мы временно здесь, чтобы мало-помалу в жизни той после родов готовыми стать. Брат неверующий лишь качал головою. Верить в мать — это просто за гранью идей. Я не вижу ее, значит, нет ее в усе. Но скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю. Но я чувствую сердцем заботу ее. И ночами, когда все вокруг затихает, Она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ею, и радость такая, Словно в ней пребываю и ею живу. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, Но я верю, что будет она наяву. Спасибо. Немножко про меня песня получилась. А интересно, как вы, Свет, пришли к вере и пришли в храм? Ведь это были, насколько я понимаю, 80-е годы? Ну, это рубеж. Рубеж. Это начало 90-х. На самом деле, у меня нет такого случая, который я могла бы рассказать, если вы сказали, какой чум. Откровение. Да, нет. На самом деле, все было очень просто. Я встретилась со своей давней знакомой, которую много лет не видела, и она мне просто поведала, что она пришла к Богу. Она мне рассказала свою историю, которая мне показалась чудесной. Но я ее, к сожалению, не смогу рассказать, потому что это чужая история. Но как-то меня это очень зацепило, задело. И я пришла в тот храм, куда она ходила. Это был храм Ильи Пророка в Обыденском переулке. И я 8 лет ходила туда, пока не встретила своего духовного отца. Но вы пришли и остались. Ведь не так часто бывает, чтобы люди оставались в храме новоначально. Особенно молодые, особенно красивые, особенно все-таки ведущие такой, в общем-то, творческий образ жизни, который был у вас тогда. Вы знаете, Наверное, все-таки Господь как-то меня посетил. Хотя я в этот период, 8 лет, которые я была в храме, я и уходила, я и возвращалась. Я и металась, я и искала. То есть не то, чтобы я пришла и стала такой прихожанкой послушной. Нет. Конечно же, были месяцы, когда я не ходила. Но как-то литература на меня повлияла очень сильно. Я, помню, прочитала «Закон Божий для семьи и школы». И так он меня потряс. То есть я прочитала всю историю вот эту. И для меня было таким откровением. И я вот после этой книги, наверное, по-настоящему уверовала. А как случилось, что вы начали петь притчи? Мне кажется, что это самое сложное вообще в творчестве, особенно поэтическом, рассказать историю. Обычно поэт, он как-то самовыражается. Талантливо или не очень. Но все-таки во многом писать стихи, она такая рефлексия. А вы рассказываете истории от начала до конца, очень подробные, очень берущие за душу. Каким образом вы выбрали для себя такую сложную форму поэтическую? Ну, опять-таки, я ничего не выбирала, все на меня само свалилось. И связана эта история с отцом Рафаилом. Я читала его книгу «Путь христианина». Это серьезная книга проповедей. И в одной из первых проповедей как раз о покаянии. Я прочла в качестве примера притчу про слезу грешника. И мне так понравилась эта история. Я впервые ее, можно сказать, услышала. Хотя прочитала, конечно. И я подумала, как было бы хорошо, если бы ее положить на музыку, на стихи. И я попробовала это сделать. И когда это получилось, и я спела своим знакомым, и они так вдохновились, говорят, слушай, надо еще что-то в таком плане написать. Потом родились следы на песке. И тогда я поняла, что я нащупала... Свою творческую золотую нишу. Да. Меня сейчас называют первооткрывателем жанра песни-притчи, но я тогда не думала об этом, я не знала, что это такое. И когда альбом был готов, я, кстати, написала его за Великий пост весь. Очень быстро, да. Когда он был готов, я думала, как же его назвать. Ну, то есть понятно, что название у него было уже, дар Богу. Ну, я подумала, это же не просто песни. И я подумала, напишу песни-притчи. И вот это словосочетание песни-притчи теперь устойчиво шагает рядом с моим именем. Пускай ее любовь кому-то не угодно, пускай ее теперь подруги не поймут. Она его ждала в ближайшей подворотне, считая вечный стук без жалостных минут. Он мимо пробежит и даже не заметит, чтоб снова за углом достать украдкой шприц. Но первая любовь сильней всего на свете, и ей был дорог он, ее прекрасный принц. Он снова улетал за облаченные дали в иллюзию свою, ныряя до конца. Она из-за угла за принцем наблюдала, как он бросал сугроб иголку от шприца. Но вот в один из дней он вдруг не появился, она его ждала не в силах спрятать слез. Друзья сказали ей, что он сейчас в больнице. Известный случай, что ж, бывает передоз. Она не ссылась туда, дождя не замечая. Дрожащей рукой едва открыла дверь. Врачи сказали ей, что сердце подкачало, И, может быть, оно не выдержит теперь. Известный случай, что ж, большая доза слишком. Куда теперь спешить? Уж смерть недалека. Мы можем заменить сердечко у мальчишки. Да только где же нам такое отыскать? Тогда на их вопрос она сказала, знаю, здесь умер кое-кто, и сердце можно взять. Прошло двенадцать дней, и он пришел в сознание, с испугом оглядев больничную кровать. На локте он привстал, пытаясь осмотреться. Вдруг рядом увидал записку на окне. Любимый мой, теперь в тебе другое сердце, и ты его храни, как память обо мне. Когда придешь в себя, меня уже не станет, но это, говоря, по правде не беда. Я сердце отдаю любимому на память, но только не рискуй, так больше никогда. Он с ужасом смотрел на белую страницу, во всем себе винял, он плакал и рыдал, и только слышал, как в груди его стучится уже другая жизнь. Любви бесценный дар. Света, молодежь ходит на ваши концерты? И очень много. Они слышат, и это очень радует. Молодежь разная, и взрослые разные, поэтому обвинять молодежь нельзя. Вот у меня сын, 17 лет, я не могу не любить вот этих ребят. И когда к ним относишься с любовью, то невозможно не получать отдачу. И его друзья тоже приходят ко мне на концерт, и были у меня выступления перед школьниками, я вижу колоссальную отдачу. Они все понимают. Вы ходите в довольно непростой храм, как мне кажется, потому что ваш духовный отец окормляет еще и очень большое количество тяжело больных людей, и в том числе детей. Общаетесь ли вы с этими детьми, и приходится ли вам, например, пить для них в больничках? В больницах я не так часто, как-то, вот знаете, такой путь я выбрала уже перед заключенными. Я довольно часто выступаю, и меня приглашают туда, и они меня знают, и они меня любят, мое творчество, и ждут, когда я приеду снова, и я приезжаю снова, и они готовят подарки, и они, что самое для меня трогательное, плачут на концерте. То есть их сердца умягчаются и раскрываются. Даже в армию вы ухитрились съездить с концертами? Было дело. Как реагировали солдатики на женщину, поющую с гитарой? Ну, как? Хорошо. Хорошо реагировали. И у меня песня, вот, есть одна тоже на эту тему, если вы позволите, я ее сейчас исполню, тоже о любви. И вообще, вы знаете, сейчас мне вот почему-то хочется о любви как можно больше писать, и как можно больше для молодежи. песни, которые были бы им понятны и близки. Он в автобусе ехал, возвращаясь из плена, был российский солдатик, больше года в плену. После вуза призвали, как женился на лене, но не знал, что случайно попадет на войну. После вуза призвали, как женился на лене, но не знал, что случайно попадет на войну. И теперь, возвращаясь без ноги с костылями, он смотрел, как резвилась рядом с ним молодежь. Молодые ребята, видно, свадьбу гуляли, были их поцелуи, словно по сердцу нож. Молодые ребята, видно, свадьбу гуляли, были их поцелуи, словно по сердцу нож. Вспоминал он про Лену, как друг друга любили, как она обещала, что всегда будет ждать. Может, лучше его бы там в плену и убили, чем обузой такою для жены его стать. Может, лучше его бы там в плену и убили, чем обузой такою для жены его стать. Тут сержанта невеста поманила шампанским, и жених добродушно с ним завел разговор. Из стаканчиков легких они пили по-братски, и сержант им поведал, как он жил до сих пор. Из стаканчиков легких они пили по-братски, и сержант им поведал, как он жил до сих пор. И доверившись сразу незнакомым ребятам, Хоть три года не мог он доверять никому Про письмо свое к Лене рассказал им солдатик Мол, зачем ей без ноги и контуженный муж Про письмо свое к Лене рассказал им солдатик Мол, зачем ей без ноги и контуженный муж Он писал ей о дубе, что на их остановке Где он с нею встречался раз, наверное, сто Если все-таки нужен, ей такой он без ноги Пусть повесит на ветку бирюзовый платок Ну а коли на дубе он платка не увидит Просто мимо проедет, и свободна она Он понять её сможет, и не будет в обиде Ведь три года о муже не могла она знать Он понять её сможет, и не будет в обиде Ведь три года о муже не могла она знать Ждали все с нетерпением остановки у дуба Скоро за поворотом им откроется он А сержант в напряжении все кусал свои губы И боялся, что сердце скоро выскочит вон А сержант в напряжении все кусал свои губы И боялся, что сердце скоро выскочит вон И когда он увидел дуб своими глазами Он смотрел, чуть и не плача, лбом прижавшись к стеклу. Был тот дуб одинокий, весь увешан платками, И сиял бирюзою сквозь осеннюю мглу. Был тот дуб одинокий, весь увешан платками, И сиял бирюзою сквозь осеннюю мглу. Я знаю, что помимо такой миссионерской деятельности, которую вы для себя выбрали, это концерты для заключенных, вы помогаете строить храм. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этой мысли и к этому делу доброму? Насколько я понимаю, это тоже необыкновенный храм. Необыкновенный храм, я сейчас все расскажу, да. И пришла я к нему тоже необыкновенным образом, потому что я никогда не думала, что я когда-то смогу иметь отношение к храму. Я много видела храмов восстанавливающихся, но мне было их жалко, конечно, у меня никогда не было мысли так вот по-настоящему помочь. Потому что не было таких денег или просто как-то совершенно постороннее? Господь не вкладывал мне эту мысль даже. И тут вдруг я получаю от одного воронежского писателя, Владимира Неверовича, письмо. Я вот сам писатель, живу в Воронеже, и скоро у меня выходит книга о поэте Сергея Бехтееве. Это плод 11-летних трудов. Певец Святой Руси. Ну, я как-то помню, что-то ответила на это письмо. И вдруг мне через какое-то время эту книгу дарят в Питере. Я думаю, о, знакомые имена. Я приезжаю в Москву, пишу ему. Значит, мне подарили вашу книгу, летом я ее обязательно прочитаю. И вдруг приходит такой ответ мне. Это не та книга, которую надо откладывать до летних каникул. Думаю, ничего себе. Но я решила ее открыть. Открыла. И как раз открыла на странице, где фотография вот этого полуразрушенного древнего храма 1769 года. И это не просто храм. Это храм в имении поэта Сергея Бехтеева. К сожалению, это имя не очень хорошо у нас известно. Я не могу сказать, что замалчивается, но не очень оно как-то пропагандируется. Хотя поэт совершенно уникальный и замечательный. Его называли и царским поэтом. Его стихотворение «Молитва. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней сносить народное гонение пытки наших палачей» было написано специально для царской семьи, которая была в ссылке. И он отправил это стихотворение. И известно доподлинно, что царь плакал, читайте стихи. Таким образом, он поддерживал царскую семью в ссылке. И также этот храм знаменателен тем, что в нем очень любил молиться святитель Тихон Задонский. Он был другом Бехтеевых, а роду Бехтеевых более четырех веков. Как же так получилось, что такой ценный исторический объект оказался разрушен? И я спросила, тоже я написала неверующий, как же так? Такой храм и стоит в таком виде. И у меня тогда закралось какое-то сначала, знаете, тайное желание, какое-то, может быть, неосознанное каким-то образом что-то сделать. Я написала отцу Рафаилу. Но в тот момент мое творчество только начиналось. Только-только. Вот это все как-то совпало. И такое мое было удивление, когда через два дня я получаю письмо. А два дня я ходила с этой книжкой, не выпуская ее из рук, не могла себе найти место, не есть, не спать, что называется. В письме написано. С духовной радостью прочел о вашем решении намерение восстановить храм в имении поэта Сергея Бехтеева. Призываю на вас Божие благословения. И все. И помню первые сборы. У меня был концерт такой большой в Доме кино. И как раз выпало на 20 апреля, а это был день рождения Сергея Бехтеева поэта. Совершенно случайно. Но, как известно, случайного у Господа ничего нет. И я рассказала про этот храм, вот примерно так, как я рассказала вам, и призвала людей пожертвовать. Были татары, были поляки, А вот теперь Иго другое Нашу Россию Душит, как зверь Иго другое Да пострашнее Может оно И на колени Снова Россию Стать Суждено Босоногая Россия Хоть приходится Нам туго Мы еще начнем Все с чистого Листа Богоносная Россия Не давай Бесовским Слугам Распинать Тебя Как некогда Христа Где твои косы Где сарафаны Их больше нет Пробки Окурки Иглы Доматы С детских Талет В каждой квартире Есть свой Расстритель Теле Циклоп С виду Незлобный Ловко берет Он Души Залог Босоногая Россия Хоть приходится Нам туго Мы еще Начнем Все с чистого Листа Богоносная Россия Не давай Бесовским Слугам Распинать Тебя Как некогда Христа Станем С тобою Мы на колени Сердцем Горя Будем Молиться Чтобы Господь Нажидал Нам Заря Будем Молиться Чтоб Наши Дети Были Чисты И Чтобы Души Всех Православных Грели Кресты Босоногая Россия Хоть приходится Нам туго Мы еще Начнем Все с чистого Листа Богоносная Россия Не давай Бесовским Слугам Распинать Тебя Как некогда Христа Босоногая Россия Богоносная Россия Очень мне нравится ее песня Проникнутая Любовью К жизни Любовью к людям Любовью к Господу Богу И мне кажется Побольше бы таких Исполнительниц В нашей жизни Мы все просто полюбили Мы все В свободную Минутку пытаемся Слушать ее песни Которые нас В общем-то Наверное Вдохновляют На добрые дела На какие-то В общем-то Нас И Возвышают И мы становимся лучше Наверное Вот послушав Одну песню Какую-то Одну Две Песенки Мы задумываемся О том Что творится в мире Мне очень нравится Ну как поет Стиль И слова И содержание Это единственное Что мне нравится Наверное Майкл Джексон Уже не нравится Вы знаете Мудрость Она Глубока И проста Вот именно это И слышится В песнях Светланы Копыловой И действительно Что-то такое Невероятное Охватывает Очень глубокое Простое Душевное И по-настоящему Русское Ну я уже Несколько концертов Посетил Это благодаря Жене Она у меня Ну Восторковленный Так скажем Человек Я совсем Наоборот Я Нашел Кое-что Такое Что Вот Во всем То, что Она поет Есть некая Может быть Общецеловеческая Ценность Случайно Мне подарили Диск Светланы Копыловой Вначале Один диск Потом другой И вот С тех пор Я работаю В школе И веду уроки Основы Православной Культуры И я эти диски Использую На своих уроках Вы знаете Мне Она чем-то Напоминает Певицу Толкунову То есть Ее исполнение Ее Как-то Поведение на сцене В общем-то Они Ну так Близки Я хотела вернуться К вашей Нежной Творческой Дружбе С Валентиной Толкуновой Ведь это тоже Была непростая Встреча В вашей жизни Это была тоже Уникальная встреча Как вы познакомились? Мы долго Друг к другу шли Значит Я Естественно Ее понятно Знала с детства Я любила ее песни И когда я стала Петь Писать Духовные песни Мне хотелось Чтобы она Что-то исполнила Валентина Васильевна Узнав мой телефон Позвонила Мне сама Она говорила Кучу Очень хороших Добрых И теплых слов Вот И Так началась Наша дружба И я должна сказать Что Анатолий Ядрышников Пять лет С ней проработавший И он мне сказал Что В Могилеве На последнем Своем концерте Последние песни Которые прозвучали За ее уст Это были Как раз Вот песни Мои Давайте напомним Нашим зрителям Эти песни Меня на крыльях Ангелы К тебе Доставили И опустив Легонько У двери Оставили Сейчас Войду я В дом Где ты Живешь И где Меня Давно Ты ждешь И где Со мною Проведешь Ты Ночь И мы Друг другу В верности Клянясь Расположимся У огня А после Сын Родится У меня Или Дочь Я грезила Свидание С тобой Мой Суженый Я нежные Слова Тебе плела Как Кружева Ну а теперь С собой Я не в ладах Ладони Словно Из-за льда И сердца Бешеный Удар В крови Давай С тобой Научимся Прощать Чтобы Душой Не обнищать И никогда Не говорить Прощай Любви Давай С тобой Научимся Прощать Чтобы Душой Не обнищать И никогда Не говорить Прощай Любви Меня на крыльях Ангелы К тебе Доставили Вы ходите в храм, куда ходят онкологические детки молиться, и не только детки, но и взрослые. И вы ездите по тюрьмам и по колониям, где реально обнаженные совершенно людские трагедии. А где найти в себе силы с этим иметь дело? Может быть, этот ребенок больной намного счастливее нас. И может быть, он наследует намного лучше обители в Царстве Божьем, чем мы. Когда у вас получается подняться вот над этим всем выше крыши, как удается оставаться там наверху? Да как? Падаю иногда, очень больно. Потом опять каравкаюсь. А что держит? Что держит? Вера держит. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Спасибо огромное вам, уважаемые зрители, за то, что провели это время с нами. И, конечно, большое спасибо нашим гостям, Светлане Копыловой и аккомпаниатору Анатолию Ядрышникову, за эти замечательные, прекрасные песни, которые, надеюсь, вас тронули так же, как и меня, и помогли нам чуть-чуть забыть о будничном и земном, и подняться над нашими повседневными проблемами. Пусть не до седьмого неба, но хотя бы выше крыши. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Всех благ. И, надеюсь, до скорых встреч. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся в следующей программе. Продолжение следует...